Валериан Соколов, Валерий Лапцев, Валерий Львов, Владимир Мельник. Знаменитые чувашские боксеры прославили республику на всю страну и мир. Они кумиры современных мальчиков. В преддверии Международного дня бокса по всей стране проходит флешмоб «Боксируй везде». В условиях ограничений этот призыв звучит особенно ярко. Никакая пандемия не способна отправить настоящего боксера в нокдаун. Закрыты залы? Вперед тренироваться на свежий воздух. Это спорт для настоящих мужчин, считает Константин Бойко. Ему 21 год. В боксе он без малого 10 лет. Поэтому прекрасно знает, что тренировки прекращать ни в коем случае нельзя. Конечно, было немножко тяжело в плане, потому что небо оборудования у нас. Но мы справились, потому что у нас есть улицы, стадионы. Ребята, кто все держались в форме, мы особо-то не уходили из спортивного графика. Бокс в республике активно поддерживают и развивают. Все больше юношей и даже девушек приходят в профильные секции. Город поддерживает этот вид спорта. Этот вид спорта является у нас лидером. Сейчас идут работы по организации новых секций в школах. Будем проводить новые спортивные соревнования к различным праздникам. И надеемся на хорошие результаты, конечно же, на уровне России, Европы и мира. Надежды вполне обоснованы. Молодые боксеры республики уверенно занимают призовые места. Хочу сказать, тоже отметить работу районов Чувашской республики. Маргаушский район, Канарский район. Они всегда на тренерах работают хорошо. И всегда с этих районов есть победители, призеры всероссийских соревнований. А также участники финала России. 22 июля, в Международный день бокса, видеоролики участников флешмоба со всей страны, будут транслировать в онлайн-формате на сайте Федерации бокса России. Богдана Дойникова, Николай Скворцов, Республика.